здравствуйте дела семейные рада приветствовать вас сегодня мы с вами поговорим на немножко грустную тему называется она недостойные наследники да и такие бывают мы как-то уже поднимали вопрос когда разговаривали о наследстве что бывают и негативные моменты при получении наследства после смерти близкого человека ну вот вопросы которые поступили после данных программ навеяли такую тему на сегодняшний наш с вами общение недостойный наследник кто он такой этот человек мы говорим только о физических лицах это человек который произвел негативные действия в отношении наследодателя или других наследников какие негативные действия может произвести вот такой недостойный наследник ну во-первых скажем так предположим наследодатель еще будучи жив создает завещание а вот недостойный наследник зная об этом уничтожает данное завещание то есть он противодействует воле наследодателя такой человек будет недостойным наследником следующий момент бывают к сожалению такие случаи что дети умирают раньше родителей взрослые дети разные ситуации бывают вот сейчас у нас такая негативная ситуация как сво и ребята уходят служить и к сожалению некоторые погибают остается у них какое-то имущество и наследовать эти мощи это имущество будут и родители и супруг оставшийся если он есть и дети если они появились у нашего потенциального наследодателя так вот родитель который был лишен родительских прав в отношении своего ребенка не может быть наследником он является недостойным наследником но это не всегда известно и хотелось бы отметить что нотариус не ищет наследников естественно не устанавливает является он добропорядочным или недостойным и вот может оказаться так что при наступлении момента определения круга наследников нотариус ждет к себе тех кто себя считает наследником и вот появляется такой родитель поэтому другие наследники зная о том что данный родитель лишён был родительских прав то есть он себя вел не порядочно по отношению к своему ребенку вот другие наследники должны уведомить об этом нотариуса но это не просто разговор это не просто я пришла искал вы знаете а вот петр сидорович плохо себя вел по отношению к умершему александру его лишали родительских прав это только слова надо подтверждать документально и вот если вы к нотариусу принесете решение суда о том что этот человек был лишён родительских прав в отношении умершего наследодателя тогда в рамках оформления наследства нотариус признает вот этого петра сидоровича условного до признает его недостойным наследником но если у вас нет документального подтверждения что кто-либо из наследников является недостойным тогда доказывать это надо будет в суде здесь естественно существуют определенные сроки когда можно заявить о недостойном поведении определенного наследника в отношении наследодателя то есть срок устанавливается именно в течение полугода когда люди должны вступить в право наследования наследники прямые да вот этот срок заканчивается через шесть месяцев с момента смерти наследодателя бывают случаи когда люди не знали о том что то есть вот наследники не знали что один из наследников является недобросовестным тогда в суде надо будет восстановить срок по данному вопросу и тогда доказывать что один из наследников является недобросовестным если уже прошел период вступления в права наследования если уже наследники получили наследство а потом выясняется что кто-то из них не добропорядочный они достойны тогда по решению суда если будет доказано что он недостойный наследник все получено им имущество должно быть в полном объеме возвращено и разделено между добросовестными наследниками видите сколько нюансов возникает при получении наследства а мы не всегда в курсе этих вопросов и можем и не узнать о том что кто-либо не должен был получать вот это наследство но давайте еще раз пройдемся по основным позициям значит если была нарушена воля наследодателя и уничтожено завещание человек признается недобросовестным наследником но если завещание было уничтожено еще в период жизни наследодателя и был признан наследник не добросовестным а потом наследодатель по прошествию времени все-таки снова написал завещание на него то То есть первое признание наследника недобросовестным не является основанием для лишения его наследства в повторном написании завещания. Вот это и есть такой нюанс. Если наследодатель не написал завещание, а идет оформление принятия наследства по закону, то есть это первая линия супруги, пережившие наследодатели, дети и родители, то в этом случае недостойным наследником будет тот родитель, который был лишен родительских прав. Также недостойным наследником может быть признан тот наследник, который злоумышленными действиями, незаконными действиями пытался уменьшить наследственную массу или пытался уменьшить долю других наследников. Но это тоже по решению суда, потому что по-другому вы не сможете это доказать, и нотариус здесь не вправе лишать наследства определенного гражданина, даже если вам известно, что он сделал что-то неправильно. Доказывайте в суде. Но это все должно быть документально подтверждено. Я всем желаю доброго здоровья. Я желаю мудрости, как всегда, это мое самое главное пожелание. Не ищите конфликтов при разделе наследства, но будьте внимательны, потому что недостойный наследник не должен получать то, что ему не положено, хотя бы для того, чтобы память о наследодателе осталась, скажем так, светлой и чистой. И мы же не знаем, что там. Мы надеемся на то, что наши родные остаются с нами навсегда. А вот чтобы им не было горько, не было им обидно за свое, скажем так, желание оставить наследство достойным людям, давайте будем внимательны к этим вещам. А еще лучше – живите долго и счастливо. И тогда вопрос о наследстве решается в период нашей жизни путем дарения и оформления определенных документов, которые могут быть под контролем. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова